Днение известных в науке методов исследования, вынуждает педагогов прибегать к различным ухищрениям для извлечения правдивой информации. Педагогические процессы характерны своей неповторимостью. В области естественных наук, физики, скажем, или химии, исследователь может многократно повторять эксперимент, используя одни и те же материалы и создавая неизменные условия. В результате он приходит к однозначному заключению, связь между исследуемыми факторами или существует, или же ее нет. Педагог-исследователь такой возможности лишен. При повторном исследовании он уже имеет дело фактически с другим материалом, да и условия почти никогда не удается соблюсти прежними. В результате проведенной ранее работы характеристики используемых данных изменяются необратимо. Вот почему, чистый, эксперимент в педагогике невозможен, как бы тщательно он не был подготовлен и проведен. С учетом этого обстоятельства педагоги формулируют свои выводы корректные. 36. Методологическая основа педагогики. Осторожно, понимая относительность условий, в которых они были получены. В педагогических процессах участвуют люди всех возрастов, начиная с грудных младенцев. Исследования должны быть спланированы, организованы и проведены так, чтобы не нанести вреда здоровью и развитию испытуемых. Желательно, чтобы они давали положительный учебно-воспитательный эффект. 37. Эксперименты, противоречащие этическим и правовым нормам, запрещены. 38. Компенсировать переменчивость педагогических процессов и получить объективные выводы при их изучении можно только одним способом, многократно увеличив число наблюдений. 39. В этом случае недостатки отдельных исследований сглаживаются за счет массовости. 40. В общественных науках, к которым относится и педагогика, выводы формулируются не иначе, как в усредненной, обобщенной форме. 41. Крайние отклонения обычно отсекаются и заменяются спокойной массоводной тенденцией. 42. Методологическая основа педагогики. 42. Любое научное исследование опирается на определенную совокупность теорий, положений, концепций, составляющих его основу. 43. Исследований, ни на что не опирающихся, не существует. 43. Объективной основой для разработки педагогических идей является философия. 44. Именно она определяет общий подход, направленность, указывает метод познания педагогических явлений, а потому называется методологической основой педагогики. 45. Методология, это, система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, философский энциклопедический словарь. 46. М.1983. С.365. В педагогике, как и в других науках, методология, организующая начало исследований. 47. Каждый педагог, пристает, к одному из направлений философии. 48. Принятие одних и отрицание других идей принципиально определяет главное направление его поисков. 49. Если он материалист, то толкование педагогических явлений и событий будет, естественно, только материалистическим. 50. Экзистенциалист, неатомист, бихевиорист придадут своим поискам, гипотезам и выводам лишь такую направленность, которая соответствует положениям их философии. 51. Фашизм, национализм. 37. Раздел 1. Общие основы педагогики. 51. Шовинизм тоже имеют свои, педагогики, отражающие их, философию. 52. Наиболее запутанными и лишенными ясных философских оснований являются исследования, выполненные на эклектической основе, т.е. случайным образом, надерганных, положения из различных философских концепций. 53. Если к изучению, предлагается, человек, мораль которого рассматривается в религиозном плане, образ мыслей материалистический, а менталитет шовинистический, то, согласимся, это страшный монстр, который никогда не должен выходить за пределы, умствований, в педагогических лабораториях. 54. Педагоги нуждаются в объективном методологическом подходе. 55. Относительно главного направления особых разногласий нет. 56. Философы всех направлений признают таковым системно-структурный, структурно-системный, подход. 57. Во всем мире он признан универсальным направлением научного анализа. 58. Согласно этому подходу все, что подлежит изучению, рассматривается как обособленная система, и в ее пределах проводится исследование интересующих педагогов качеств и характера. 58. Для всех педагогических систем установлены общие свойства. 59. Гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. 60. Системно-структурный подход – главный принцип рассмотрения педагогических теорий, технологий, инноваций. 61. Большие педагогические системы составляются из меньших подсистем, компонентов системы, теорганизованы по иерархическому принципу. 61. Например, одна из главных педагогических систем, педагогический процесс, составляется из подсистем. 62. Цели, педагоги, ученики, методы, формы, средства. 63. Средства, методы, цели и тет, в свою очередь, являются также очень сложными образованиями. 63. К числу важных методологических принципов, направляющих развитие педагогических исследований, относятся личностные и деятельностные подходы. 64. Первый утверждает главной ценностью воспитания личность и требует признания ее уникальности, интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 65. Воспитательный процесс направляется на удовлетворение поддерживаемых обществом потребностей личности. 66. При втором подходе исходит из того, что личность формируется и развивается только в деятельности, что требует такой организации последней, при которой все вместе и каждый в отдельности получили максимальные условия для развития своих способностей и дарований. 38. Традиционно 9 педагогические, эмпирические, методы. Традиционно 9 педагогические, эмпирические, методы. Традиционными называются методы, доставшиеся современной педагогике по наследству от исследователей, стоявших у ее истоков. Этими методами пользовались в свое время Платон и Квинтилион, каменские эписталацы. Применяются они в науке и поныне. Их называют еще эмпирическими, интуитивными. К традиционным методам педагогических исследований относят наблюдение, изучение опыта, первоисточников, анализ школьной документации, изучение продуктов ученического творчества, беседы. Наблюдение – наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической практики. Под научным наблюдением понимается специально организованное восприятие исследуемого объекта, процесса или явления в естественных условиях. Научное наблюдение существенно отличается от обыденного, житейского. Главное его отличие. 1. Определяются задачи, выделяются объекты, разрабатывается схема наблюдения. 2. Результаты обязательно фиксируются. 3. Полученные данные обрабатываются. 4. Результаты сопоставляются с известными и перепроверяются с помощью других методов. Для повышения эффективности наблюдение должно быть длительным, систематическим, разносторонним, объективным и массовым. Почеркивая важность метода наблюдения, его доступность и распространенность, необходимо вместе с тем указать и на его недостатки. 5. Наблюдение не вскрывает внутренних сторон педагогических явлений, при использовании этого метода невозможно обеспечить полную объективность информации. 6. Поэтому наблюдение чаще всего применяют на начальных этапах исследования в сочетании с другими методами. Изучение опыта – еще один издавна применяемый метод педагогического исследования. В широком смысле он означает организованную познавательную деятельность, направленную на установление исторических связей воспитания, вычленение общего, устойчивого в учебно-воспитательных системах. 6. Продолжение следует...